Мы продолжаем лекции по прикладной робототехнике, и сейчас будем смотреть, как измеряется расход, поток. Flow по-английски переводится как поток, но чаще всего по-русски называются расходомеры, not flow meters, по-английски flow meters, по-русски расходомеры. Когда вы меряете расход, чаще всего вам достаточно двух величин. Это площадь трубы, по которой идет материал, и скорость, с которой он идет. Эти две вещи обычно достаточно. Эта area, эта кросс-секция, и велосипедия. Обычно этих двух величин, скорости и площади среза достаточно. Но есть различные материалы, различные миксеры, и если материал не один, но что-то, или если материал не имеет физические характеристики, Но иногда бывает более сложный случай, когда у нас, например, смесь, микстер, или материал имеет какие-то физические свойства более сложные. Тогда вот этих двух переменных, как площади и скорости, будет недостаточно. Когда материал более сложный, когда материал более сложный, you need to know four things. Вы должны знать четыре вещи. Velocity – скорость, density – плотность, viscosity – вязкость, and pipe size – размер трубы. Скорость может быть разной в разных частях трубы, потому что скорость может быть разной в разных частях трубы. For example, in the center, it can be more with a higher speed. And on the parts near the tube, it can be more slow. То есть у вас, может быть, в центре трубы скорость намного выше, например, по краям трубы более медленное течение. So the velocity of the flow is different on several parts. То есть скорость в трубе этого материала может быть разной в разных местах. If we speak about the density, it can be different if it is a mixture. For example, more light things can be in the center and more dense things on the corner, on the edges. То есть, например, если у нас какая-то смесь, то более легкие части, light parts, могут быть в центре при большой скорости, а более тяжелые вещи по краям, on the edges. Вязкость тоже очень сильно влияет на поток. Because if the viscosity of material is very high, part of the material will be stopped on the edges. То есть, когда у нас вязкость очень большая, у нас часть материалов может прям застрять на стенках. Трубы на стенках нашего места, где поток идет. Yeah? And of course, pipe size also impacts the flow. Ну и, конечно, размер трубы тоже влияет на поток. И чтобы все эти четыре параметра не отдельно рассматривать, а в комплексе, специально есть такое число, которое называется число Рейнольдса. It can be calculated like that. Here you have density, you have the pipe size, and you have velocity and viscosity. То есть, у вас вот формула, по которой можно посчитать число Рейнольдса. Здесь у вас есть плотность, у вас есть диаметр трубы, размер трубы, у вас есть скорость потока и вязкость. И, соответственно, чтобы понять, как лучше мерить что-либо, или как вообще оно там проходит, то вам иногда будет достаточно просто знать число Рейнольдса. Потому что эти параметры, они могут по-разному влиять на ваш поток. Потому что если скорость увеличивается, то и, соответственно, расход увеличивается. If the viscosity is higher, then the flow is decreasing. А если у нас на вязкость возрастет, то у нас и расход уменьшится при тех же условиях. So they are differently impacting on the flow. Поэтому эти четыре параметра, они по-разному влияют на расход. Но если вы знаете число Рейнольдса, то вы можете представлять, какой у вас расход идет. И это число может быть меньше двух тысяч. Then this flow has the name laminar flow. Тогда этот расход, этот поток называется ламинарным. Это возможно, например, когда у нас скорость низкая, а вязкость большая. То есть когда у нас ламинарный поток, то он очень розовый. С другой стороны, есть случаи, когда число Рейнольдса больше четырех тысяч. Тогда этот поток называют турбулентным. Турбулентным. Турбулентным – это значит, что он поток идет куда-сюда, перемешивается, он неоднородный. Это значит, что у вас турбулентный поток. Это значит, что у вас турбулентный поток. Хороший пример вот такого потока ламинарного и турбулентного – это дым. Дым сначала идет прямо, а потом начинает смешиваться и уже иметь совсем другую структуру. Окей? И, конечно, вы понимаете, что если ламинусный поток, то, соответственно, у вас, смотрите, когда у вас идет ламинарный поток, то его расход мерить очень просто. в одном точке достаточно а если у вас турбулентный поток то у вас будет много-много течения если вы будете в одной точке мерить расход это будет некорректное измерение понятно хорошо идем дальше ok so with a basic principle of flow measuring we have discussed it мы с вами обсудили основные принципы вообще измерения потока let's go to the types of flow flow meters пойдемте давайте на в типы расходомеров usually you can find two separate categories of flow meters it's mechanical flow meters and new technology flow meters в общем можно сначала разделить их на две категории большие это механические расходомеры и расходомеры с новыми технологиями а ул над лист дэм хир айву джас дискрайп эвитайпов я не буду сейчас их перечислять я вам их буду по мере объяснение объяснять по мере появления хорошо okay uh so usually the traditional flow meters the mechanical flow meters are cheaper yeah a new technology uh they are more uh expensive but they are more convenient because they can be connected directly to the controllers вот то есть смотрите механические они обычно дешевле проще вот но а электронные расходометры они может быть и дороже но они удобнее в том смысле что вы их можете напрямую подключать к микроконтроллеру and usually the electronic flow meters the electronic flow meters are more accurate и сейчас чаще всего новые расходомеры они более точны окей let's go to the exact devices давайте пойдем приступим к объяснению конкретных устройств first is positive displacement flow meter первый это устрои расходометр который используется например у вас в счетчиках дома счетчиках воды positive displacement это значит позитивное изменение да how it works it works almost as if you are measuring it by yourself with some cup но где-то похоже на то как бы вы мерили расход чего-то используя какую-нибудь например чашку how you will measure it if you know how much material can be in one cup just by measuring how many cups you are taking from one side to another you can measure the amount of material you are taking yeah то есть если вы знаете размер чашки то просто перя из одного места в другое пересыпая и считая сколько чаш вы можете посчитать какой объем вас переместился материал я чу также а the positive displacement flow meters they they are working almost the same they are so tube is coming to this uh positive displacements flow meter yeah and tube is going out and it takes as um part of the material from one side of the uh tube yeah and by moving it to another side of the tube uh measuring the amount that are taking from one part to another соответственно у вас труба заходит в этот устройство и труба выходит оттуда и соответственно вот здесь у нас у вас есть какой-то какая-то часть объем какой-то и вот у вас здесь поворачивается устройстве пластина и она перемещает грубо говоря материал из одной трубы в другую а этот объем известен а by measuring how many times this part was moved you can measure the amount of the material that have have gone from one part to another соответственно измеряя сколько у вас сколько раз у вас повернулась вот эта емкость да вы можете измерить сколько материал из одной стороны в другую перешло have you imagine it вы это все вы представили себе как это выглядит let's let's draw a little bit давайте немножко порисуем okay so uh you have the tube here and you have tube here you have this device yeah and here you have some part like like in a mega center the the circling yeah the rotating thing как в мега центре вот такая вращающаяся штука вот такая в течение да и и в вращение в штуке вращения вот это это вращение как вращение вращение yeah and then the flow is going from here to the tube yeah and uh the flow from here starts to come here yeah and you know exactly and you know exactly how much can be uh placed on this part yeah смотрите вот у нас сюда поток заходит вот сюда заходит у нас вот эта штука это пластина да она поворачивается и вся жидкость отсюда выливается в трубу дальше так а пока вода сюда жидкость сюда набирается и вы она поворачивается like that it's moving like that and you to stand over там поворачивается вы точно знаете сколько вот в этой половине влезает материала and then you know if this device yeah have moved once one circle it means that the materials that you have that have passed through it is equal to the volume of that multiplied by 2 и соответственно вы знаете если у вас это устройство повернулось один раз полностью то вы знаете что вот здесь влезает такой-то объем в d если вы умножите на 2 то это значит будет тот объем который прошел через это устройство пока она повернулась полностью один круг понятно теперь я надеюсь так понятнее было вы поняли леонид дима окей дима вам понятно встала как работает окей дима окей let's move to the lecture again so this is how the positive displacement flow meter work for example if you will look at the flow meter that you use at at your house for the cold and hot water it will it works on this principle то есть если вы сейчас возьмете и пойдете посмотрите какой счетчик да для воды у вас дома это по сути расходометр то он работает именно по этому принципу понятно то есть такие устройства можно использовать даже для довольно вязких устройств и они довольно точные ну и соответственно из-за того что они довольно точные их используют для того чтобы более ценные жидкости измерять такие как воду есть природный газ различные химические нефтяные штуки next one is differential pressure flow meter it measures pressure in two points and by measuring by comparing them their measuring flow то есть смотрите расходометры на разницы давлений меряют давление в двух точках и просто за счет того что сравнить за счет сравнение этих двух давлений они выясняют расход okay so also they have several constructions but here we you can see the pitot tube то есть у них там есть разные варианты конструкции вентури тарелки и так далее да то есть разные разные я вам по моему как-то рассказывала даже вот про диафрагму расходомер когда у вас идет пластина в которой дырочка и за счет разницы давления но мы вот будем проходить сейчас питот да вас uh you have the uh device that is inside the tube in the center yeah you have uh measuring you are measuring the pressure here in the center yeah in this point and you are comparing it to some uh to the pressure that is uh on the side of it вы меряете давление в двух местах вот вот здесь в точке куда поток попадает напрямую и потом в точке в котором поток уже уходит and by comparing these two pressures you can find out the flow и соответственно просто за счет измеи измерения вот этой разницы в давлениях вы можете измерять поток you understand that on this point the pressure will be much higher than here то есть вы же понимаете что в том место куда поток ударяет там давление будет намного больше чем в боковой точке да this type of differential pressure flow meters they are usually used for the some gases yeah or clean liquids and they are not very accurate they are medium they have medium accuracy чаще всего такие устройства используются в чистки чистых жидкостях не вязких не смешанных да или в газах каких-то парах газах и они очень они имеют среднюю точность не очень точные не прям плохие но не очень точные also they they can be used only where the pressure drop is not very impacting the process а еще их надо использовать там где сброс давления не сильно влияет на на весь процесс next one is variable area flow meter следующие это расходометра с разным с различным диаметром с различной площади here we can see it so the flow is going up and it is pushing the float yeah and if the velocity the flow is very big the float is going up if the flow is small the float is going down следующий это с различным диаметром да с различной площадью и тут по сути оно работает как по какому принципу идет поток вверх flow is going up and и он вот этот поток толкает поплавок да и соответственно когда поплавок если поток большой поплавок поднимается если поплавок ой если поток маленький то поплавок опускается and just by measuring the exact place of the float you can measure the float соответственно если мы просто измерим где находится поплавок в тот или иный момент мы можем измерить поток It can be measured by eyes manually это может быть измерено просто глазами вручную or it can be measured by the detection of the float by the electrical signaling или может быть использована какое-то электрическое сигнал сигнализирование где находится поплавок For example there can be some magnet and on on the sides there can be some detection of this magnet several points and you can detect exact exact place of the float то есть например в поплавке может быть внутри какой-то магнит а в стенках должны быть магнит и детекторы и соответственно в том месте где у нас поплавок он будет давать электрический сигнал Я понятно А А А Last one is open channel flow meter. последний это расходометр с открытым каналом Я не сказала, к сожалению, что вот такой устройство, оно из-за того, что может использоваться без электричества, особенно если вручную измерять, оно может быть использовано, например, в каких-то случаях, когда у нас взрывоопасная, пожароопасная среда может загореться. Потому что здесь нет устройств, которые могут что-то, какую-то искру или что-то дать, чтобы загорелось. Open channel flow meters – расходометры с открытым каналом. They can be used if the flow doesn't go to full pipe. То есть такое устройство может быть использовано, если у вас материал, поток, не закрывает всю трубу. So it's using only part of the tube. То есть он использует только часть трубы. Yeah? Then you are just measuring level of the material on the exact part of the pipe. Соответственно, вы тогда меряете не расход напрямую, а вы меряете уровень материала в трубе, и в зависимости от этого меряете расход. And because of that, you are calculating the flow. Yeah? Also, this kind of open channel flow meters can measure two things – the level of the material and the velocity of the material. Иногда бывает, что такие устройства, они меряют два параметра сразу. Они меряют скорость потока и меряют уровень потока. And just by calculating these two measures, they are calculating the flow. И, соответственно, измеряя вот эти два параметра, они измеряют расход. У нас осталось пять минут, поэтому давайте я вас лучше спрошу. У вас по механическим расходометрам есть какие-то вопросы? У меня тоже нет вопросов. Угу. Хорошо. Then, on next hour, let's discuss the new technology flow meters. Окей? Тогда давайте на следующем часе более подробно разберем расходометры, которые используют новые технологии. Or electronic flow meters. Или электронные расходомеры. Да? Let's finish for this hour. Давайте на этот час закончим. Хорошо? Угу. Жду вас тогда в 3.30. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.